Все дни Мархаш хозяюшки радовали гостей вкусностями. Некоторые из девушек откликнулись на призыв Миннации и решили поучаствовать в конкурсе на самый лучший национальный стол. Зарима Далакова продемонстрировала свои кулинарные способности. Репортаж Наты Евлоевой. Самые напряженные два дня главного праздника мусульман Мархаш уже позади. Дети-взрослые радуют своими поздравлениями, а столы, как правило, ломятся от различного вида угощений. Каждая хозяйка заранее готовит праздничное меню, пытаясь удивить своих гостей. Многие девушки больше склоняются к европейской кухне, но не Зарима Далакова. Большинство блюд на ее столе в национальном стиле. Я приготовила наш ингушский закаш, чай пельгеш, наш мерздук, дулху бирхалтон, кодер сыскал. Наши женщины больше сейчас готовят европейскую кухню, но хотелось бы, чтобы готовили национальную кухню так, чтобы побольше делали наших блюд, так как они намного вкуснее, чем эта европейская кухня, и все ее любят и с удовольствием едят. Стол Зарима разнообразила и европейской кухни. Мясо по-французски, мясные рулеты, корзиночки с морепродуктами и, конечно же, сладости. Но основной ассортимент блюд на столе в ингушском стиле. Мухаммад Тангиев пришел поздравить семью Далаковой с праздником Мархаш. Рассказывает, первым, что он заметил на столе, были чапельгеш. Зарима поделилась, что многие национальные блюда в праздник Мархаш она готовит всегда, но в этот раз полностью посвятила стол именно разделу ингушской тематики, так как в этом году она решила поучаствовать в конкурсе «Лучший национальный стол», организатор которого – Минац Ингушетии. Его сотрудники и будут оценивать старания девушек. Я увидела у нас на телерадиокомпании НТРК Ингушетии объявление о проведении конкурса на «Лучший стол» в национальном стиле, решила принять участие в нем. Стало интересно. В любом случае, наша национальная кухня – одна из самых вкусных, самых красивых и самых легких из натуральных продуктов сделанных. И вот решила принять участие. Девушка рассказывает, дабы добиться желаемого результата, пришлось готовиться и днем, и ночью. Разыскивать перед праздниками самые лучшие рецепты и закупать только свежие ингредиенты. Я все эти блюда приготовила за один день. Ничего в этом сложного нет. Все натуральные продукты, никаких химий, никаких приправ. Все очень вкусно и полезно. Как и в каком стиле накрывать праздничный стол – это личное дело каждой хозяйки. Но традиции и законы гор наших предков ценить обязан каждый.